Добрый день, уважаемые зрители! Мы сегодня находимся возле станции метро Парк Культуры. Кольцевая, выход из метро. Вот один выход, вот он за моей спиной. Проходит пикет национально-собывательного движения. Проходит сбор подписей граждан, сбор решений за восстановление Отечества в границах 1945 года. Также в этом решении, за что ставят граждане свою подпись, это еще дать правовую оценку. 1991 год, для кого не секрет, что это был госпереворот. Соответственно, также мы требуем провести уголовное расследование по факту незаконного разрушения Советского Союза, соответственно, разрушения Отечества. Что зато твои инвестиции? Народу сегодня много. Тот, кто не знает, парк Культуры находится рядом... Буквально сейчас переключу камеру, чтобы было видно. Парк Культуры находится рядом с парком Горького. Вот, значит, передо мной я показываю, это Крымский мост. И вот через, если пройти по нему, через Москварику, по этой стороне будет парк Горького. По левой стороне Третьяковская галерея. Много очень людей, в основном молодых, которые идут туда погулять. Погода хорошая, тепло, в принципе. Ну, а мы, соответственно, рабочее объединение Московский Стопок, Ромж. Здесь постоянная точка. Мы здесь стоим ежедневно. И проводим сбор подписей. Объясняем гражданам, для чего это нужно. И что это очень важно. Вот. У нас сегодня, значит, приехал волонтер из города Звенигород. Вот, кстати. Она сейчас как раз и берет подпись у очередного гражданина. Здравствуйте. Скажите, вы откуда узнали, что идет сбор подписей за восстановление Отечества в границах 1945 года? Из метро вышел и увидел. А то есть вы только что увидели, да? Раньше не знали я об этом ничего? Нет, к сожалению. Ну, потому что, честно говоря, на ноты, на эту акцию нашу, цензура, нигде не показывают, ни по телевизору, нигде. Ну, в интернете мы есть, конечно. Наши сайты, вы газету взяли нашу, да? Вот там все сайты как бы есть. Заходите, смотрите. Потому что от этого зависит наше будущее, будущая страна. Согласен, спасибо. Спасибо. Вот такой комментарий. Обычная гражданинка. Да. Да, ну ладно, мы там так показывать не будем, так издалека. Потому что личные данные и так далее. Вот скажите нашим зрителям, вы сегодня приехали из города Звенигород. Вы волонтер. Представьтесь, как вас зовут? Сиды, племела, сельная. Очень приятно. Скажите, как сейчас проходит сбор подписей в вашем городе Звенигород? Как люди реагируют? Может быть, там какие-то проблемы у вас с полицией там и так далее. Скажите, пожалуйста. Люди реагируют адекватно. Проблем с полицией. Адекватно? Да. Я бы сказала адекватно, с пониманием. Кто-то не согласен, кто-то спорит. Но в основном люди понимают, что связь сходит. И вот, как правило, подписи ставят. Те, которые подходят, подписи ставят. Полиция, я газету делала. Просто задали один единственный раз, подошли, задали вопрос, какой цель я стою. Я объяснила. Ну, судя по тому, что они вас больше не беспокоят, они, наверное, согласились с вами и поняли. Я думаю, да. Да. Это очень хорошая информация, да. И много ли вам удалось собрать подписи? Около пятидесяти. Пятьдесяти. Это мало. Я считаю, что мало. Ну, а вы работаете еще где-то? Я работаю. Мне просто... Ну, соответственно, вы и работаете, и подписи собираете. Ну, понятно, что это самое... Что это не просто так все это делается. То есть на это надо время. Тут вот у нас пост вот здесь, да, парк культуры постоянно, где стоят каждый день люди. И, соответственно, люди меняют друг друга. Там кто-то работает до данного времени, потом, значит, уходит, приходят другие люди и так далее. Кто-то на пенсии вот у нас есть, кто-то у нас какие-то женщины. Они вот стоят здесь и собирают, и держат эту точку. Вот, ну, спасибо вам большое за активность. Город Звенигород, это... Город, можно сказать, я вот там был, и там еще множество у вас в городе храмов. В частности, вот там и храм, там и, значит, и монастырь какой-то. Да, вот в этом, да, мы были. Очень много храмов, сами места. Он на таком, на горе вот находится. Да, на горе. На живописном месте, очень красиво. Да, там вообще очень красиво. Вот мы там были, кстати, мы там были с автопробегом. Еще пора заператься. Да, сейчас идем. Там мы были с автопробегом, нодовским автопробегом. Это был 2015 год. Или 2016. Я уже могу ошибиться. В 2015 году мы там были с автопробегом. И уже тогда у нас были газеты. И уже тогда мы в вашем городе раздавали газеты в Звенигород. В 2015 году летом. Это был, наверное, там июнь или июль месяц. Ну вот. Так что нашу борьбу мы продолжим до победного конца. До победного конца. Спасибо. Так, уважаемые зрители. Значит, проходит сбор подписей. Стоит пикет. Раздаются газеты. Раздаются газеты. Еще раз напоминаю. Вот эта точка, пикет, который здесь стоит. Парк культуры, город Москва. Значит, кольцевая. Тут один выход. Этот пикет стоит каждый день. И здесь каждый день ежедневно проходит сбор подписей граждан за восстановление Отечества в границах 1945 года, за отмену внешнего управления, изменение статей 15.4, 13.2. Соответственно, 15.2 это приоритет международных норм и принципов над внутренним законодательством. И 13.2 это запрет на государственную идеологию, это запрет на развитие, запрет на стратегические цели и вектор развития страны. Это, соответственно, надо отменять и практически с нами никто не спорит по этим статьям. Так что призываю всех, кто видит видео, приходите, оставляйте подписи. Точка ежедневная, значит, с 14 до 19 часов ежедневно. На этом я прощаюсь.